Привет, друзья! Это канал Девайс. В новом видео я расскажу о мониторе AOC27V2Q. Если этот монитор вам понравится, пожалуйста, отметьте видео лайком или поделитесь своим мнением в комментариях, а также обязательно подписывайтесь и включайте колокольчик. Ссылки на него добавлены в описании к видео. Погнали! Монитор серии V2 использует 27-дюймовую IPS-панель Full HD с широкими углами обзора, точными яркими цветами и гибкими возможностями подключения. Благодаря такому дисплею без труда можно играть в быстрые игры с AMD FreeSync и частотой обновления 75 Гц, а также работать в офисных программах, просматривать фотографии, веб-страницы и фильмы, работает с графическими приложениями. Он обладает тонким профилем и трехсторонней безрамной панелью, позволяя удобно работать с несколькими мониторами. Попрощайтесь с усталостью глаз благодаря технологиям Low Blue и Flicker Free от AOC. Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея. Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 на 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов. Соотношение сторон 27-дюймового монитора составляет 16 на 9, а максимальная глубина цвета 6 бит плюс FRC. Частота обновления монитора от 50 до 75 Гц, минимальное время отклика матрицы 5 миллисекунд. Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках. В технологии Flicker Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом. Благодаря минималистичному тонкому дизайну этот монитор легко впишется в ваше рабочее пространство, не загромождая его массивным корпусом. Насладитесь работой за просторным столом с этим тонким и легким монитором и оцените преимущества его привлекательного дизайна и удобной транспортировки. Монитор AOC – прекрасный вариант для установки нескольких мониторов благодаря трехсторонней безрамной панели и широкому углу обзора. Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор, окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом. Возможность наклона также способствует лучшей эргономичности и удобству работы. Размеры монитора с подставкой составляют 61 на 46 сантиметров, глубина 20 сантиметров, вес 4,2 килограмма. Технология FreeSync от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим. Игрок по достоинству оценит низкую задержку ввода и высокое качество изображений в динамичных играх. Для уменьшения вероятности появления неприятных симптомов, связанных с усталостью глаз применяется технология Flicker Free, которая подавляет мерцание экрана. Технология Low Blue Light снижает уровень излучения дисплеем вредных темно-синих составляющих видимой части спектра, что помогает предотвратить утомление глаз. На задней панели расположены разъемы. Один HDMI версии 1.4, один DisplayPort 1.2, один выход для аудио и наушников 3.5 мм, одно гнездо питания 19.5 мм, 20 вольт DC. Подключение HDMI и DisplayPort обеспечивают возможность использования различных исходных устройств. В мониторе используется внешний блок питания мощностью 25 ватт. Я внимательно изучил отзывы покупателей в разных источниках и могу выделить основные моменты. Пользователям не нравится. Нет регулировки высоты. Неудобное меню. Нет весокрепления. А вот что покупатели оценили больше всего. Цена. Отличные цвета. Не бликует. Компактный. Внешний BP. Современный дизайн. Тонкие рамки. Большой запас яркости. В комплекте кабели DisplayPort и HDMI. На этом у меня все. Если обзор был интересным, обязательно отмечайте видео лайком, подписывайтесь на канал Девайс и включайте все уведомления под колоколом. В комментариях можете делиться своим мнением, замечаниями и пожеланиями. Ссылки на монитор из данного обзора вы найдете в описании. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующем видео.